Дорожники начали сезонную разлиновку городских магистралей. Вспомнить все. На конкурсе профмастерства мужские медсестры устроили манекеном очистительные процедуры. Любишь вершки – купи корешки. Посетителям ВДНХ предлагают рассаду ранней капусты, клубники и помидоров. Поводом послужил сигнал антикоррупционного управления о поборах. Главе региона передали полтора десятка жалоб от бывших пациенток медучреждения. В каждом указывалась конкретная сумма, которую персонал брал за услуги. Наркоз, в частности, стоил 7 тысяч рублей, хотя по закону медики должны обеспечивать им бесплатно. В этом году на приобретение лекарств Амурскому Минздраву дополнительно выделили 500 миллионов рублей. Александр Козлов поручил определить, достаточно ли этих средств. С жалобами на конкретных медиков будет разбираться полиция. Если мне придут и будут рассказывать, что вы мне там всех анестезиологов пересадите, пересадим всех анестезиологов. Если люди превратили этот процесс в поборы с людей, то мы будем наказывать. К темам медицинским мы еще вернемся во второй части программы. Сейчас поговорим о коммунальных. С 1 июня на российских дорогах появится разноцветная разметка – синяя и желтая. Первая обозначит зоны парковки, вторая заменит основную белую. В каком объеме и на каких участках магистрали пока не ясно. А потому благовещенские дорожники дожидаться вступления нового ГОСТа в силу не стали. Смотрим. 60 сантиметров влево и ни шагом больше. Рулевому покрасочной машины Евгению Гударину ни рулетка, ни подсказки коллег не требуется. Расстояние между полосами и зеброй на глаз способен отмерить. За штурвалом разметочной техники мужчина уже пятый год. А обновлять рисунок приходится дважды, а то и трижды за сезон. В первую очередь зависит от качества асфальта. В данный момент делают асфальт, он гладкий. На нем дорожная разметка держится дольше. То есть старый асфальт, где камни большие, там, соответственно, плохо. А еще от количества осадков, оживленности перекрестка и даже сознательности пешеходов. Сохнет краска всего 15 минут. Однако ждать готовы не все. Обувь не портится, говорят, очищается легко и ладно. Ну, а мне что, ее обходить, что ли? Просто я не понимаю, зачем. Ну, переступал. Ну, потому что я сейчас сам вожу, учусь на вождении. И просто неприятно, когда ты как бы едешь, а разметки не видно. Это как бы очень сложно, и из-за этого может возникнуть проблема. Поэтому к разметке нужно относиться с уважением, уберечь ее. На разлиновку одного перекрестка уходит час-полтора. В день каждая бригада проходит не меньше трех участков. Работа, говорят мастера, только для крепких и спортивных. Выдержит не каждый. Запах краски, конечно, редкий. Ну, после работы приходится молоко пить. За вредность нам его выдают по пачке в день. К обновлению дорожной разметки рабочие ГСТК приступили с приходом тепла. Успели сделать безопаснее улицы Ленина, Калинина, Чайковского, Новотроицкое и Игнатьевское шоссе. На первый круг дорожной покраски уйдет 16 тонн белого, 3 тонны желтого и столько же бордюрного черного материала. Завершить все работы должны 15 июня. В июле кое-где их придется повторить. Кристина Коширина, Мария Селезнева, Денис Лугов. Программа «Город». В Благовещенске, между тем, уже стартует подготовка к следующему отопительному сезону. Городские власти утвердили план работ на летнее время. За три месяца коммунальщикам предстоит обновить 250 километров теплосетей, 273 канализаций и 373 водопровода. А еще провести плановые ремонты и обслуживания водозаборов, трансформаторных и насосных станций. Впрочем, эти работы всегда удается выполнить без нареканий. Больше всего властей заботят запасы топлива. Компании, которые регулярно срывают сроки, облкоммунсервису рекомендовали заняться закупкой угля уже сейчас. Мы сегодня специально собрались в мае, для того, чтобы потом больше к этому не возвращаться. И я бы сегодня хотела услышать какие-то, извините, не обещания, а какие-то конкретные пошаговые действия, которые действительно гарантируют определенную стабильную работу в течение всего года. И к другим темам. За медали Амур-Экспо-форума в этом году борются 9 товаропроизводителей из Приамурья, Приморья и Еврейской автономии. Смотр стартовал сегодня. Самой популярной, как и прежде, оказалась продовольственная номинация. Шесть компаний представили 15 видов продукции. Творог, рыбу, сосиски и мясные полуфабрикаты. Многократный медалист прошлых лет, известная амурская агрофирма, привезла две новинки. Колбасу докторскую и кровяную. Они в магазинах около года. Почти столько же заняла разработка рецепта. Вкус, внешний вид, консистенцию продуктов, а также цены и географию продаж первым оценила жюри. Горожане снимут пробу на следующей неделе. Амур-Экспо-форум пройдет с 18 по 20 мая. В эту субботу весь мир будет чествовать медицинских сестер, самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Благовещенский праздник решили отметить нестандартно. Конкурсом профмастерства, самым масштабным в истории амурской медицины, с практическими испытаниями в учебном центре. Борьбу за звание лучшей медсестры наблюдала наша съемочная группа. Иван Иванович, мне нужно вам промыть желудок. Вы согласны на эту манипуляцию? Отказа манекен не ответит, но соблюсти алгоритм работы конкурсантка обязана. По легенде, пациент работник кондитерской фабрики отравился фруктовой эссенцией. Остановить рвоту должна медсестра. В терапии Ивановской больницы Анастасия Пужова работает 9 лет, но в ЦРБ провела полжизни. Дежурила со своей тетей-медсестрой. Попадет иглой в вену и закрытыми глазами. А вот ставить зонт в желудок не приходилось давно. Поэтому я сейчас немножечко и даже очень много сделала ошибок, что даже стыдно. У нас сейчас есть же приемное отделение, в основном это их работа. Когда больной поступает, они уже там промывают, а потом к нам. Ну, я вот не знаю, лет пять, наверное, точно не промывала желудок. Книжные знания против практических. Стаж самой юной конкурсантки всего 10 месяцев. Самая опытная – 37 лет. Подобных очистительных процедур Наталья Коколина в своей жизни сделала больше двух тысяч. Но под прицелом камеры и строгих глаз жюри руки задрожали и у нее. Она немножко перенервничала. Ну, а так, в принципе, ничего сложного. Это был конкурс с тем, с чем мы работаем. Раз, два, три, четыре. 30 нажатий в минуту, два вдоха и повтор. Заданий медсестрам дали всего два. Сердечно-легочная реанимация обязательно для всех. Медработники должны владеть техникой и помнить про другие нюансы. Медицинский работник в процессе осмотра, скажем так, пострадавшего обязан проверить и состояние зрачка, проверить наличие пульса, дыхания у пострадавшего. Что, в принципе, не должен делать простой человек, скажем так. А еще расстегнуть ремень, сняв давление в грудной клетке. Это позабыло сделать почти каждая вторая. В смотре поучаствовали 44 амурских медсестры. Лучшие признали сотрудницу первой поликлиники Благовещенском. Мария Селезнева, Денис Лугов, программа «Город». Второе и третье места в конкурсе профмастерства поделили также жительницы Благовещенском, медсестры областной детской больницы и у онкодиспансера. Сегодня участниц смотра и в целом медработников среднего звена честовали в общественно-культурном центре. Я сегодня, пользуясь случаем, хочу сказать вам спасибо за вашу работу. Врач назначает, а делаете все вы. И от того, насколько точно это будет доза дана, как правильно будет введена и нами принято и воспринято, зависит дальнейшее наше здоровье. Здоровья всем вам и с праздником! Международный день медицинской сестры – это праздник почти 8 тысяч амурчанок. Столько трудятся в сфере здравоохранения региона. В 2021 году им всем предстоит доказать свою профпригодность. Прошедший конкурс – лишь репетиция будущей аккредитации среднего медперсонала. Поздравить с праздником работницу онкодиспансера завтра сможет любой желающий. В рамках Дня открытых дверей медики также предлагают бесплатно провериться на рак. Вести прием будут онколог, мамолог и уролог. Горожанам старше 40 лет сделают анализы крови на онкомаркеры и мамографию. Возможностью лучше не пренебрегать. У мужчин вероятность заболеть раком в течение жизни составляет 20%, у женщин – 16%. В феврале в рамках Дня открытых дверей специалисты обнаружили 5 случаев заболевания. Желающих обезопасить себя, они ждут завтра с 8 утра до 2 часов дня. Стоит предварительно записаться на прием по номеру, что на вашем экране. С собой нужно захватить полис, паспорт и СНИЛС. Есть повод отказаться от строгих диет. 11 мая в мире отмечают вкусный праздник – День желудка. Он особенно популярен среди американцев. Сегодня они себе не отказывают ни в чем. Что съели бы благовещенцы в отсутствии ограничений финансовых и по здоровью, мы спросили у них самих. Ответы уже в эфире. Голодный с огорода еду. Сейчас буду кушать суп, гороховую бабку свареную. Я бы съела красную рыбу запеченную или зажаренную. И картошки, большую сковородку жареной картошки. Ну так получается у меня каждый день праздник. У меня отличный обмен веществ, я занимаюсь спортом и на эту тему особенно заморачиваюсь. Я помню, как дедушка в детстве готовил тыквенную кашу с молоком. Ну, не у кого учиться сейчас, наверное, кашу-тыквенную не знаю, чтобы кто-то готовил еще. Наверное, пюре с мясом, с подливом. Вот как раньше делали бабушки и мамы. Вот такое, потому что сама не умею такого делать. Я бы скушала селедку с картошкой в мундире. Это мое любимое блюдо. Ну, прямо сейчас съел бы жареного мяса. Ну, я бы скушал кирешки, например. Это твоя вообще самая любимая еда? Ага. Хрустящими молодыми огурчиками и терпкой редиской сгрядки совсем скоро порадуют себя огородники Благовещенском. Правда, сначала им предстоит месяц-другой удобрять, поливать и полоть. Впрочем, и этого мало. Важно купить хорошую рассаду. За ней теперь стоит идти на ВДНХ. Рынок обещает обеспечить зеленью всю область. Что уже можно приобрести? Покажем прямо сейчас. У меня есть суперранье, трансферт, например. 40-40 дневка. Уже к концу июня можете кушать. Кроме ранней, Нина Лю продает капусту июньскую, августовскую, цветную и брокколи. 10 корней любой обойдется в 80 рублей. Сегодня день удачный. Покупательница из Заветинска забрала сразу 500 ростков. Всего за сезон продавец вырастет 8 тысяч. На то есть свой секрет. Надо пикировать, потому что капусту по-разному делают. Люди просто сеют на грядках и все. А мы сеем, потом пересаживаем, пикируем. Она тогда закаленная и корни мощные. Поэтому надо брать пикированную капусту. Кроме пикированной капусты сейчас можно купить рассаду цветов, ранних помидоров, горького перца, саженцы абрикоса, вишни, сливы и яблони. Сергею Кубраку клубника нужна. За ней из Райчихинска на ВДНХ отправила жена. Выбирать ростки мужчина не умеет. С помощью продавца задача решена. Домой приедут новые сорта. Посадили грядочку, да, растет. Решили поменять сорт. Ну так как бы уже перерождается. Опаляется, зрубнует клубника, мельче становится. Ну вот, решили вот это попробовать. И сортов для пробы станет только больше. 15 мая на ВДНХ начнут продавать рассаду томатов, перца и баклажанов. С этой даты здесь будет каждый день аншлаг. У нас в день, в день, в самый разгар, от 3 до 5 тысяч бывает население. Вот когда вот 3, 5, 6 июня. Это вот в таком вот плане. А рассадников, ну я сейчас не готов сказать, ну я не знаю, но человек под 100 будет, это однозначно. К ним присоединятся и те, кто раньше торговал на центральном рынке. На время его ремонта на ВДНХ для них обустроили специальную площадку. Можно занять любое из торговых мест. Приезжать торговцы и покупатели могут уже к 8 утра. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Самый известный дворник Благовещенска снова нашел раритет. В пограничном переулке кто-то выкинул в бак самодельную лучковую пилу. 100 лет назад такие использовали для художественной резьбы по дереву и заготовки дров. Пройти мимо находки Сергей Нефашев не смог. Я чудак-человек. Вижу, что это памятник материально-бытовой культуры. Вижу, что он обязательно должен быть сохранен. Потому что лет через 40, 50, через 100, через 200 – это уже будет считаться ценной исторической реликвией, которая многое расскажет о нашем времени. Таких реликвий за 8 лет дворник нашел больше сотни. Чайники, утюги и прялки. Немало их активист презентовал музеям, краеведческому и амгум. Те, что они взяли, хранит у себя до лучших времен. Пилу хочет подарить театру, как реквизит. Кубок отцов, химический диктант и концерты и романаха в фоте. Грядущие выходные не заставят скучать. Сориентироваться в мероприятиях поможет наш анонс. В субботу на юности вместе с родителями забивать голы в ворота противника будут сыновья и дочери. Начало Кубка отцов в 10 утра. Часом позже любители быстрой езды соберутся на картодроме, на городское первенство по картингу. В пол второго поклонников естественных наук ждут на химическом диктанте в БГПУ. В зале ОДНТ пройдет бесплатный кинопоказ для людей с ограничениями по слуху и зрению. В два часа покажут фильм «Они сражались за родину». В пять вечера Кровический музей откроет экспозицию «Чердак истории». В 19.00 на сцене УКЦ выступит Ира Монахфотий, победитель телепроекта «Голос». В полдень, в воскресенье актеры театродрамы покажут спектакль «Вождь краснокожих». Часом позже в спортклубе «Олимп» начнется областной чемпионат по тяжелой атлетике. Штанги потягают и мужчины, и женщины. В 15.00 вокалисты ансамбля «Акварель» выступят в филармонии с отчетным концертом. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, наши новости всегда доступны в интернете на сайте tvgora.rf. Позвонить в редакцию можно по номеру 524202. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова